На сегодняшних испытаниях создали условия, как на передовой цель, расположили в середине поля, туда необходимо долететь и сбросить снаряд. Мешает сильный ветер и, естественно, противодронные ружья. Главе региона Вениамину Кондратьеву показывают, на что способна новая техника с кубанской пропиской. Три производителя представили свои изобретения. Разработчики начинают перечислять технические характеристики и с соображений безопасности просят не раскрывать все карты в эфире. Губернатор подчеркивает, как важен их инженерный талант в условиях сегодняшних вызовов. Дальше всех продвинулась одна из IT-компаний. Их дроны уже испытывали в ноябре прошлого года. После этого опытные образцы отправились за ленточку, где военные их опробовали в полевых условиях. При разработках новых моделей учитывались их замечания. Теперь маневренные грузоподъемные коптеры, обходящие противодронные ружья, встали на конвейер. Вот такой комплект поставки из двух кейсов состоит. Мы в прошлом году начали активно заниматься беспилотниками. И ваша компания, я считаю, моя точка зрения, но с этим должны согласиться профессионалы, максимально активно продвинулась к конкретным результатам, которые сегодня, поверьте, точно будут востребованы в виде вот этих самых беспилотников реализации задач. Уже участок запустили по серийной сборке. Приглашаем, мы за тебя приехать посмотреть. Не важно, чтобы с ними было настолько мощное взаимодействие, обратная связь, как говорится, потому что мы не просто выпускаем продукцию электронную, мы выпускаем то, что сегодня необходимо нам целым, для того, чтобы мы победили. Поэтому продукция должна быть лучшей. Их дроны с говорящим названием «Камикадзе» уже показали себя в реальных боевых условиях. А ОСА тоже их производство стало лучшей в стране. Эту модель на кубанском производстве разрабатывали полгода. Ее уникальность в том, что распространенные средства ради электронной борьбы на нее не могут раздействовать. Вениамин Кондратьев призывает остальных разработчиков также ориентироваться на то, что требуется военным. Они выгодополучатели, основные заказчики. Благодаря этим инструментам они смогут выполнять задачи в зоне СВО. Вот у него два типа сбросов, два типа видеокамер. А вот этот, он «Камикадзе», он может лететь и врезаться, а может сбросить. То есть вот тоже такое достаточно универсальное. Это самое актуальное, что именно есть. Противник использует сейчас их. На всех фронтах мы пока просто везде. У нас дикая нехватка. Все люди хотят этим работать, их просто нет. Вот именно вот такие дроны, десятки, семерки, именно они нужны. Губернатор подчеркивает, власти готовы вкладывать большие суммы на благо общей победы, но получить их должны те компании, которые смогут выполнять поставленные военные задачи. Мы готовы поддержать производство за счет бюджета. У нас нет времени. Нам они крайне необходимы, беспилотники. Поэтому, чтобы не ошибиться, не ошибиться, куда вложить деньги бюджетные, мы должны выбрать это приоритетное направление, то есть конкретную цель. Поэтому я спрашиваю тех, почему здесь собрались, какие из моделей. Те, которые точно нужно запустить в серию. Промышленный комплекс Кубани развернул производство дронов в кратчайшие сроки, когда стало понятно, что без квадрокоптеров за ленточкой не обойтись. Первые партии предприятия края уже доставили военным. Образцы успешно прошли испытания в боевых условиях. Но нужно наладить полномасштабное производство техники, уверен губернатор. И не просто сборка, а выпуск своих же комплектующих. От батареек до двигателей. Привлекать к работе нужно и специалистов, из сферы высоких технологий. Ведь мы нуждаемся и в собственных микросхемах. Совместно с одним из предприятий власти региона уже возводят первый IT-парк. Открытие планируется в 2025 году. Мы сейчас говорим не про сборку. Мы и так собираем беспилотные летательные аппараты. А мы говорим про продукцию электронной промышленности. Это совсем другое. Готовы же вы работать над двигателем, над батарейкой, над программным продуктом, который должен отвечать вызовам, в том числе сегодняшней задачи и завтрашней. Ну где вот это вот, у кого больше инженерная, научная мысль, кто больше сегодня, уже сегодня вложился в тот дрон, который максимально адаптирован к тем условиям и вызовам, о которых сегодня и вы говорили. Значит там есть инновационная составляющая, то конечно там есть будущее, там есть перспектива. Краснодарский край обладает всем необходимым, чтобы стать одним из лидеров по производству беспилотных летательных аппаратов в России. Важно только понимать, какая потребность. Предприятия региона готовы увеличить производство дронов на 5, а то и на 10 тысяч в месяц. Тем более, что поддержка от края колоссальная. Кубанские компании, которые выпускают отечественные дроны, могут воспользоваться льготными займами. Им компенсируют до 30 процентов затрат. В этом году на Кубани запускают новую меру поддержки – гранты на разработку опытных образцов беспилотников и продукции электронной промышленности. До 2,5 миллионов рублей на образец. Сегодня, безусловно, 30 процентов в крае, единственный регион, мы компенсируем затраты на производство, в данном случае дронов. Мы даже пошли по пути создания программы, где 2,5 миллиона даем просто грант на опытный образец. Это грант на дрон, на любой образец, который может быть продукцией вот той самой электронной промышленности. Сейчас важно мобилизовать все силы кубанских предприятий, чтобы облегчить работу бойцам в зоне спецоперации. Производители дронов и военные работают в единой связке, чтобы беспилотники не подвели на поле боя.